Всем привет! С вами Ольга Дуброва, а вы на канале Процветок. Сегодня мы с вами посадим ортензию. Весна – самая пора. Хотя, некоторые говорят, что можно сажать и осенью. Как этот спор разрешить? Я его разрешу таким образом, что если вы проживаете в более прохладном климате, то тогда лучше посадить, конечно, весной ранее. А если вы проживаете в достаточно тёплом климате, то лучше посадить где-нибудь в августе-сентябре месяце. Но большой разницы нет. Я предпочитаю сажать такие растения весной, с тем, чтобы за лето они успели сформировать хорошую корневую систему, укорениться в почве и подготовиться к зимовке. Так растение будет иметь больше шансов на то, чтобы перезимовать. Какую вы гортензию выберете – это ваше право, ваше желание. Гортензия крупнолистная будет более привередливой. За ней, конечно, надо уход. Надо помнить, что они не обрезаются в текущем году, потому что цветут на побегах прошлого года. Правда, есть сорта, которые цветут на побегах текущего года, но они и стоят подороже, а уход за ними все равно подскакивать придется. Гортензии метельчатые замечательные и гортензии черешковые, которые ведут себя практически как лианы. За ними не требуется особого ухода, потому что они имеют высокую зимостойкость и цветут на побегах текущего года. Их можно обрезать, ну это потом, можно обрезать ранней весной. Итак, у меня вожделенный саженец. Хороший, вполне себе сформированный, со здоровыми побегами. Где же выбрать ему место? Какую почву любят гортензии? Гортензии предпочитают почву в меру суглинистую, достаточно плодородную. Ну и кислотность грунта для гортензии должна составлять где-то pH значения 5, а так, чтобы не придерживаться цифр, то почва должна быть слабокислой. Гортензии, которые крупнолистные, они более требовательны к низкой кислотности, ну или к высокой, правильнее сказать. То есть для них кислотность должна соблюдаться, как для голубики. И гортензии черешковые и метельчатые, они более спокойны. И хотя бы вот, чтобы кислотность была на уровне 5. То, что касается еще одной гортензии, которая называется древовидная, она вообще имеет широкий диапазон благодаря своей пластичности и может даже переносить какое-то легкое защелачивание, но не стоит этим злоупотреблять. Поэтому выбирайте себе гортензию и высаживайте. Место какое выбрать? Место должно быть хотя бы, чтобы 6 часов в сутки было место солнечное. И снова же, по отношению к солнцу, мы будем двигаться, ну давайте, с севера на юг. Если на севере мы ее посадим на солнечном месте, потому что все-таки холодный климат, меньше солнечных дней, и ветра более холодные, вымораживание, выдувание и все такое, то в южном климате более теплом мы посадим ее больше в полутени, с тем, чтобы меньше было жара и как можно больше сохранялась влажность в зоне корней, потому что, как звучит из самого видового названия, что гортензия, гидронгея, это значит она, ну типа там какая-то чаша с водой, то есть она очень любит, чтобы был полив и чтобы была в зоне корней постоянная влажность. Поэтому выбираем место, не жаркое, но и не темное. Не двигаемся близко крупным деревьям, потому что дерево дереву рознь, и тень тени рознь, есть тень от хлёна, которая плотная, есть тень от березки, которая более изреженная, такая пятнистая получается, но и помним про корневую систему у деревьев, как это все, да, все это стыковать, что корневая система у деревьев, грубо говоря, как и у других растений, она может быть как стержневой, уходящей глубоко вниз, так и мочковатой, которая расположена ближе к поверхности почвы. И вот в крону таких деревьев, где корневая система мочковатая, близко к поверхности, мы не будем сажать гортензии, потому что будет конкуренция за влагу, и особенно на первых этапах роста корневая система взрослого растения, дерева, она будет поглощать и влагу, и питательные вещества, которые мы хотели бы, чтобы они поступили к гортензии. С местом разобрались. Теперь, какая должна быть почвенная смесь? У каждого своя история. Я вот приготовила здесь и песок, и компост перепревший, и опилочки приготовила, и торфик у меня есть. Для чего? Сказать так, что берете одну часть песка, одну часть торфа, одну часть компоста, одну часть перегноя, или там две части. Я так не могу сказать. У каждого свои почвенные условия. Здесь, в конкретном случае, почва ближе к суглинистой, значит, и песка, и торфа мы добавим больше, с тем, чтобы разрыхлить почву, чтобы была лучшая аэрация, значит, лучше будет развиваться корневая система, и доступнее будут различные вещества, в том числе и вода. Если бы почва моя была песчаная, то я бы уже тогда бы подумала, что бы такое туда добавить, чтобы оно было более плотное, чтобы не так все просачивалось, вымывалось, чтобы дольше сохранялась влага, и питательные вещества не уходили в глубокие слои, не вымывались, а были в доступе к корневой системе, особенно в начальных этапах. Поэтому в такую суглинистую почву надо в большей мере добавить песка, торфа, и это получится очень хорошо, комфортно для гортензии, полезно. Когда сажать мы разобрались, будем сажать ранней весной, и тут встает вопрос, какую же яму копать? Дело в том, что различным бывает посадочный материал, и точно меня удивляют такие рекомендации, когда говорят, выкопать яму 30 на 30 на 30. А если у меня вот такая гортензия, все равно 30 на 30, тогда на глинистой почве что у нас произойдет? У нас произойдет такой вот колодец, который будет ограничивать развитие корневой системы дальше вот этой зоны. И корневая система будет развиваться только исключительно вот в этой зоне комфортности в данной ямке, и дальше она не сможет пробиться. Образуется как бы такая линза, которая не позволит, особенно в глинистой почве, проходить корням. Они будут здесь вот стараться поглощать, поглощать. Корневой ком маленький, потом она будет большая, а корневая система не будет справляться, потому что не будет достаточно обеспечения листовой массы, но и впоследствии это приведет к угнетению роста самого растения, и может не удастся и зимовка, если все сложится так вот плохо. Поэтому всегда исходите из того, какой размер посадочного материала. Если он в контейнере у вас, то размер посадочной ямки должен быть в три раза больше по всем этим показателям. Ну, квадратную там или круглую вы будете копать, это как хотите, ну, значит, вот смотрите, так, так, и закладываем вниз, раз, два, три, вот такой глубины. И эту ямку мы заправим вот тем, что вот у нас приготовлено. Когда вы будете высаживать, смотрите, чтобы все совпало. Как она сидела в контейнере предыдущем, так корневая шейка и останется на уровне этом же и в земле. Ни в коем случае не следует заглублять, потому что это может повлиять на дальнейшее цветение и хорошее образование побегов. Гортензия этого не любит. Что еще нельзя на данном этапе делать? Не следует ее сильно наоборот выпирать, потому что корневая система будет пересушиваться. Поэтому при посадке мы, заправив нашу подготовленную ямку субстратом для гортензии полезным и вкусным, мы его хорошенько уплотним, прольем. И вначале тоже надо пролить сам горшочек. Ну что ж, погода нам спрыяя, солнце не светит, не пятошее, ветер не дуя, тому запрацу. Перед тем, как ее сажать, надо удалить. Они, конечно, будут, всякие засохшие части. Может быть такое, что где-то обломанное, больное. Поэтому все это мы удаляем до живого. Почистили. Так, тут аккуратно, потому что могут быть маленькие почки уже живые. По-всякому, может быть, материал находиться в питомнике или в магазине. Если из грунта, то, конечно, такого отрастания еще не будет. Там будут только еще пробуждаться почки. Это тоже такой был продажный вариант. И я вижу, что почва вокруг абсолютно сухая. Поэтому, пока я буду копать ямку, готовить, можно не только полить, а так как торфяной субстрат, я полностью погружу в воду с тем, чтобы пропитался земляной ком. Потому что в почве потом он может, торф, вообще-то и не пропитаться, и таким сухим комом и оставаться. Я вот так вот погружаю в воду, сверху проливаю. Надо ли какие-то особенные специальные вещества, стимулирующие рост? Я считаю, что не надо. Буду ли я добавлять удобрения на данном этапе? Я тоже считаю, что не надо. Потому что гортензия вполне себе справится. И снова же. Вот я здесь присмотрелась и вижу гранулку. Такая зеленая гранула. Удобрение пролонгированного действия. То есть при выращивании субстрат был заполнен этими гранулами, у которых очень длительный запас. Я вам сейчас даже и откопаю его. Вот такие вот гранулы. То есть они уже там есть. Скорее всего, перед продажей, иногда даже, вот так оно и есть, что проливают снова же для красивой листвы. Особенно это вот уже там в начале сезона, когда и в питомниках они будут в таком вот виде зеленом. Проливают снова различными удобрениями, с тем, чтобы добиться красивой окраски листвы, бодрого стояния, крепких побегов. Поэтому здесь уже столько микроудобрений и макроудобрений, что ей будет вполне себе достаточно из таких добавок. И снова же я буду добавлять компост. В почве что-то, как ни крути, есть. И я считаю, что в первый год жизни не стоит вообще ничем ее подкармливать. Почему? Потому что она и останется такой неженкой. Вот давайте кормите меня, кормите, будет как скворушка молодой, ротик открывать, а вы только кормите. И к чему это может привести? Может привести к тому, что в конце сезона она будет давать пышную листовую массу, здоровые крепкие побеги, которые нас будут радовать, но они не успеют вызреть к концу сезона. И естественно, что за зиму они у вас вымерзнут, как бы вы их не укрывали. Конечно, можно там создать целый шалаш и дом для нее, но это не стоит. В процессе роста, немножко в спартанских условиях, но они отнюдь не спартанские, корневая система, у гортензии она больше мочковатая. И она будет стараться искать для себя и влагу, и питательные вещества. И вот в этом молодом возрасте будет начинать уже развиваться и завоевывать себе пространство, предоставленное в почве. Будет больше его осваивать. А еще, учитывая, что мы все это правильно подготовим, то так она будет здоровее и крепче. Из дополнительных каких-то добавок я хочу обратить еще внимание ваше на такой новый субстрат для почвы. Это новая такая продукция в линейке Профита. Этот субстрат, природный циолит, который представляет себя ионитный субстрат. Он обогащен как органическими, так и минеральными растворами и содержит микро-макроэлементы, которые необходимы для растения. Масса природных настоящих гуминовые, фульвовые кислоты, аминокислоты. Все микроэлементы находятся в хилатной, то есть доступной форме. Также содержит меланойдины, которые очень полезны для роста растений. Он выполняет роль его назначения как улучшитель почвы. Что происходит, когда мы его туда добавляем? Во-первых, очень экономичная упаковка. Эта упаковка, кажется, 2 килограмма. А добавлять его надо, казалось бы, что раз почву улучшить, значит, надо ведро и насыпать. Совершенно нет. Вот для такого маленького растения достаточно будет 10 грамм. Что такое 10 грамм? Это столовая ложка. Чтобы нам с собой ложку не носить, это будет вот столько столовая ложка. Если растения больше, то нам уже надо будет прыгарша. 2 столовых ложки, 20 грамм. Но это и представьте, если вы покупаете в упаковку 2 килограмма, то сколько растений вы сможете приободрить, подкормить и дать им такой задел для хорошего роста и существования. Что при этом дальше происходит? Так как материал очень пористый, то он в зоне корней будет удерживать от своего объема порядка 40-70% влаги. Снова же, эти мелкие гранулы, они будут удерживать те минеральные вещества, макро- и микроэлементы, которые необходимы для растения. И при этом не будет происходить вымывание в течение сезона. Вот так вот он выглядит. В течение сезона не будет происходить вымывание, потому что здесь будут задерживаться и микроэлементы, и также влага сохранятся. Поэтому при таком экономном расходовании я считаю, что стоит попробовать, учитывая заявленные показатели. Попробуйте и вы, посмотрите в магазине в интернете, либо в нашем магазине, который расположен на улице Кирова, магазин Процветок. Приступаем теперь к посадке. Наша гортензия уже хорошо напиталась, земляной ком весь пропитан. И начинаем копать. Так, сорняков вроде бы нету. Выкапываем сюда, туда. Вот в чем минус с углинистых и глинистых почв. В том, что в эту пору весеннюю они прилипают, почвы эти, к лопате и ко всему остальному. Так, ну вот я выкопала такую ямку и начинаю удобрять. песок, вот столько. Компост перепревший. Компост на навозе, поэтому здесь будет обеспечено хорошее плодородие для почвы. То, что попали с опилки, это не страшно, потому что они будут разрыхлять. Это ведь тоже, по сути, органическая добавка. Добавляем ионитный субстрат. Вот, ладошка туда. Перемешиваем с почвой. Теперь мы все это засыпаем. Еще раз все перемешаем. Перемешали. Ну и надо уплотнить. Значит, я в целом здесь вокруг сделаю такое немножко понижение нашего микрорельефа. Это я сюда сгребу. А здесь такую по кругу сделаю канавочку. Так. Уплотняем. Это можно сделать так. Это можно сделать. Вдруг у вас есть какая-нибудь такая топтушка-колотушка, которой вы это проделываете. Теперь я вижу, что она просела. И снова добавляю землю. Снова слегка уплотняю. А теперь выкапываю непосредственно ямку под наш молодой саженец. Так. Несмотря на то, что мне кажется, что земля влажная, я все равно поливаю. Запас влаги для гортензии очень важен. Я не знаю, какие будут стоять погоды. Вот она даже, видите, не хочет уходить, потому что суглинистая. И извлекаем. Вот хороший экземпляр. Комб земляной оплетен. Снова попадаются мне удобрения. И снова я вам напоминаю о том, что не надо в первый год кормить маленькие саженцы, потому что в предпосадочном субстрате уже все это зачастую в 90% случаев есть. Видите, сколько. Но что мне надо сделать? Эти корешки, которые снаружи, конечно, они через горшочек уже прорастали. Я их обрезаю, потому что они уже 100% поврежденные, подсохшие и будут только мешать росту. То, что они там сгниют, так может быть, еще и не беда. А то, что они будут тормозить отрастания новых, это уже легкая беда. И затем разрываю. Ой, красота, какие дополнительные маленькие корешочки. Я вот так вот раздвигаю ком с тем, чтобы дать дыхание молодым корешкам, чтобы они были не зажаты. Если эту процедуру не сделать, то и в дальнейшем они будут такие зажатые. И это будет мешать образованию новых корней и развитию прорастания корневой системы далее, чтобы распространялась она беспрепятственно, будет дальше распространяться, будет аэрация, будет потребление различных питательных веществ. Ну что ты здесь не уходишь? Ну и не уходи. Мы сами к тебе придем. Немножко поможем в нашей жиже. Определяем туда растения и засыпаем. Как было в горшочке, на таком уровне мы и оставляем вровень с почвой корневую шейку. Ни в коем случае не заглубляем. возобновляем нашу канавку. Теперь то влага, которая будет поступать с дождями, она будет здесь накапливаться и способствовать проникновению далее. Гортезию необходимо мульчировать. Во-первых, это удобно для того, чтобы корневая система не пересыхала, а во-вторых, будет препятствовать росту сорняков, что нам тоже очень удобно. Поэтому мы с удовольствием замульчируем. Ну, вот такая красота. Все эти смеси, которые я вам называла, вы можете компоновать, исходя из каких-то вот соображений, на которые я делала акценты. Почва сухая, песчаная, добавляем побольше глинистой перегнойной почвы. Листовая хорошо, если у вас есть, потому что она будет очень хорошо разрыхлять, аэрировать почву. Почва глинистая, добавляем больше часть песка. Торф мы не добавили, вот это забыл. Ну, пересажу и добавлю торфа, потому что все-таки кислотность надо соблюдать. Увлеклась красавицей гортензией и совершенно забыла про торф не под рукой был, поэтому не беда, чтобы не нарушить красоту, я снимаю опилки, то, что они там остаются, вы уже поняли, не беда, и вот кислый торф, даже с остатками иголок с куины, и мы добавляем сюда, на этом этапе хватит. Затем вы можете даже эмульчировать сверху кислым торфом, потому что будет сохраняться кислотность, промывая сверху дождями либо поливами, вы будете тем самым способствовать тому, что вот эти кислоты гуминовые, они будут проникать в зону корней. И теперь мы засыпаем, нет, неправда, теперь мы все-таки еще раз польем, потому что торф оказался сухой, значит, мы еще раз проливаем, несмотря на то, что там была болтушка, но этот сухой торф, он может так и остаться сухим, и дожди будут идти, а он все равно может быть сухим, это точно как с корневой системой, когда она торфяная, сухая, она так и может быть с капсулой, и все это вокруг будет обтекать длительное время, пока уже там не пойдут заливные дожди, вот, а теперь мы сверху замульчируем опилками, для того, чтобы влага сохранялась, и для того, чтобы не росли сорняки, и для того, чтобы не так перегрывалась, ну, а в данном случае, чтобы еще ей было теплее, потому что дни еще стоят вполне себе прохладные, и даже могут быть легкие морозы, сохранится корневая система, сохранится наша гортензия, но, несмотря на то, что гортензия любит поливы, в течение сезона не позволяйте земляному кому абсолютно пересыхать, и второе внимание, то, что не позволять, чтобы скапливалась вода, то есть сажайте в таком месте, где хороший дренаж, а если вы понимаете, что у вас почвы неподходящие, вот они очень щелочные, или очень подболоченные, и особенно в весенние периоды стоит вода, значит, надо делать дренаж, а если почвы такие вообще не очень хорошие, то можно, и очень хочется выращивать гортензию, то можно выращивать ее просто в больших контейнерах, и там уже, конечно, субстрат должен быть исключительно на основе торфа, и там уже вы будете делать жидкие подкормки, потому что только так растение сможет получать нужную кислотную среду, и, естественно, получать микроэлементы для красивого роста и пышного цветения. Вот теперь точка, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok